Итак, снова всем привет, с вами Техномакс, и давненько мы с вами не виделись уже, потому что, ну, времени у меня вообще не было никакого. Сейчас пока появилось буквально немного свободного, можно чего-нибудь записать, и как раз сегодня выходит в полный релиз Dread Templar. И, как видите, еще и русский язык появился, потому что вроде как его не было. Ну, я не помню, во всяком случае. Помнится, я там все переводил. Ну, раз у нас появились эпизоды 4 и 5, то мы можем его допройти. Опять же, высокий уровень сложности, это все, что мы прошли. Три эпизода. Здесь в конце третьего эпизода колокола он назывался, кстати. Тут был босс такой, с какими-то летающими головами, насколько я помню. Ну, песок времени, эпизод 4, карта 1. Ох ты ж, египетская сила, блин, опять началась. Ну, боеприпасы, сейчас бы еще вспомнить, как в это играть, если честно. Да, ледяной дробовик появился у нас тогда. Лук, ловушки, ракетница, револьвер, суперперчатка. Тут обещали еще новые виды оружия, кстати. Давайте сохранимся на компанию, да. Ну, такой себе египетский рог херачит. Что-то песками на суд времени этого не засыпет, надеюсь, бля. Еще бы, бля, вспомнить, как играть-то. Что-то припоминаю. Э-э-э-э, пошел нафиг. А, вот этих я помню, уродов. О, бля, они еще и стрелять начали, охренеть. Или они стреляли, я не помню. Вообще, если честно, вот этих приколюк некоторых. Блин, а здоровье-то поберечь надо, здоровья не осталось. Это говорит о чем? О том, что я разучился нахрен играть. А, сюда пойти нельзя, понятно. Бляха-муха пирамиды, блин. Ну, музон прикольный такой, с восточным налетом. Так, я помню, что я их снимал, бля, из лука. Вот этих сволочей летающих. А то они заплюют, блин. А там наверху какой-то остров, по-моему, разрушенный, с которого песок сыпется. Ну, старый уже остров, блин. С него уже реально пески там сыпятся вовсю. Вот, что мне в этой игре нравится, музон здесь вообще всегда классный. Интересно. А, сюда пройти нельзя, это просто так. Ну, значит, у нас есть фиолетовый вход некий, и он запечатан, да. Это значит, нужно найти соответствующую руну, либо ключ. А, ни хрена в этой игре не изменилась, на мой взгляд. Как была мясорубка, так и осталась. Это хорошо. Только аптечку бы. Какие твари живучи. Так, у меня был, помнится, револьвер классный такой. Вот этот самый, да. О, аптечка. Хэдшот. Ой. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, уроды. Блин, вот это напихивают прям вообще. Так, это было замедло, насколько я помню, замедление времени. Так, прокачка. Сохранка ловушки, это я помню. Вот это вот место такое подозрительно интересное. Кстати, да, тут же еще катаны есть, которые еще можно и метать. Рассекатель, дробящий суперудар. Так, панель улучшений, вот. Это что? Ледяная банша. Помповый дробовик превращается в ледяную баншу, его пули существенно замедляют врагов. На короткое время и наносят больше урона. Этот эффект действует только на помповый дробовик. И новый рассекатель. Двустволка превращается в рассекатель, выпускающий горизонтальный луч света, проходящий сквозь демонов. О, можно улучшить двустволку. А давай. Чего бы нет. Попробуем, посмотрим, что с двустволкой станет. Вот эти камни были нужны для открытия слотов улучшений, насколько я помню. Так, урон метательных катан нам не особо нужен. Рассекатель катан, да, это вот хорошая вещь. Ловушка мед, черный лук. Вообще-то супер ячейки хорошо бы открывать. Ракетница, револьвер, перчатки. Да блин, ну это, как бы тратить не хочется на открытие того, к чему нет улучшений, ну, правильных боезапас. А, ну, боезапас, ракет, в принципе, дальность радиус взрыва. Ну, радиусом взрыва можно и себе лицо подпалить, поэтому надо быть осторожнее. Револьвера, что у него тут? Скорострельность. А вот боезапас, кстати, пригодится. Давайте возьмем боезапас револьвера, хорошая штука. А вот здоровья, блин, нету. Я забыл, что такое хард. Настоящий в этой игре. Ой-ой-ой-ой-ой. Секретик какой классный. Дробовик урон-3. Супер дробовик, да-да-да. А, это оно и было, что ли? А тут нет двери, а там есть дверь, знаешь, просто так нарисовано. Так, дробовик суперудар-3. Это вот этот урон, точнее. А если сюда урон-2 впилить, то есть он будет еще больше. Но боезапас нужен с другой стороны. Давайте посмотрим, что там. А, это дробовик такой. А, это дробовик такой? Я видел это в ролике, как бы в рекламном, релизном. Но я думал, вот какой-то арбалет. Ёпта. Бля. Не, штука прикольная, но я как бы люблю классический дробовик, ладно. Давайте сохранимся. Чего бы нет. Ой, хватит ходить вокруг да около. Пошли, короче, драть жопы и самим получать тоже. Воу! Воу! Эй, а слышите, мухи-цокотухи, идите нахер от меня. Ну, кстати, реально он разрывает так неплохо, разрезает прям. Интересно, а он тоже действует, как обычный дробовик, только вблизи? Да ты запарил. Глазастая скотина. Так, есть какая-то пещера. Тут пустынные черви, случаем, не живут. Так, 12 патронов, надо поэкономить. Суперзаряд есть, но он не полный, я помню, что он больше 100 был. А-а-а, я помню точно, вот эти вот места, это же эти были испытания, типа. Ну, блин, ладно. Уф, аптечки. Тут вроде пусто, пусто, блин, потом вдруг откуда не возьмись появляется, вроде ебези эти, блин. Только успевает стреливаться. Так что это все спокойствие, оно обманчивое. Блядские мухи-цикотухи, нихера они, кизлы. А у меня дробовик кончился, я думаю, что не так. Ух, а еще у меня замедла полный рот, блин, и я его все не использую. Ну, давно не играл. Понять, простите. Сейвка. Сейвка, это да. Давайте на второй слот писанемся. Так, нам дают много боеприпасов, и, кстати, перчатка-то, оказывается, сотка. Подождите, а это не перчатка, это ракеты, по-моему. Да, это ракеты, у перчатки другой боезапас. Побочная зона. Панель улучшений. Да нет, нам панель-то ни к чему. Так, аптечку вот эту сохраним, она большая. И сейчас будем, чувствуя, огребаться со всех сторон. Эй, нихера, какой умный, бегает, стрейфится еще, блядь. Это что, Дедаст 2, что ли, блядь? Я в контр-страйк попал? Кстати, очень похоже на то. Блядь, по привычке уже двойной прыжок жму, как в Продеусе. Кстати, спешу обрадовать в кавычках Продеус. Вот последняя серия была реально последняя. Я думал, что это, типа, не вся игра, а потом прочитал, что это, оказывается, вся. Ну, блядь, ну Дедаст, сука, второй, ну, ебаный в рот. Реально в контр-страйк попал. Ладно, берем ХПшки, берем ракеты. Дробаш, есть пока, ладно, пистолеты, пулеметы. Тут нет секрета, блядь. Я же забыл, что тут еще нужно ешку иногда нажимать, чтобы взаимодействовать. Блядь! Вы угораете, что ли? Контр-террорист вин, да, блядь? Ебаный в рот. Опять аваперы по углам сидят. Не надо думать, что если я в контр-страйк не играю, то я не шарю за него. Чуть-чуть шарю. Играл когда-то. Да ты че, вообще не регает, слушайте, блядь. Это четыре какие-то. Они попадают, я не попадаю. Что за фигня? Да вот, вот он, авапер сидит, ебаный, уже ловит, блядь. Ладно. Блядь. Мясо ебучее. Хера, они крепкие, три ракеты в рожу, блядь, это куда? Да че они такие жучьи-то? Угу. Ключик нужен. Заперто. Хорошо. Ага, я че, дурак, что ли, выходить, блядь, на пересечение? Из помещения, блядь, в коридор, не посмотрев за угол. Ага. Блядь. Да суки. Достали. Это, наверное, там обходить. Блядь, вот отсюда посмотреть, ну, реально, блядь, ну. Пиздец. Война никогда не меняется. То же самое, блядь, контр-страйк никогда не меняется. Секретик, ебаный рот. Такой себе секретик, его слишком легко найти. Но иногда и такие нужны тоже, чтобы, ну, совсем себя раком не чувствовать, который ничего не видит. Потому что, да, должны быть и сложные секреты, и простые тоже. Так, вот сюда можно пойти. Сюда пойти нельзя, потому что это обход. Поэтому сюда. Мясо. Ух ты, бронежилетик. Ну, чё, пацаны эко, да? Без закупа играем. Гябля. Кемпер, блядь. Смерть кемперам. Ну, вот уже и хпшки есть. Кстати, пистолетиками надо-то пользоваться, они должны быть помощнее, чем обычные УЗИшки. Никого. Ну, только второй этаж, значит. А-а-а, я открыл решетку. У меня сейчас за это что-то будет? Я имею в виду, мне сейчас пиздов, наверное, вломят, как всегда. Я готов. Это было здесь. Да ни хера ты, блядь, в башку сколько будешь ловить у тыра. Я хренею, блядь, с их живучести. Ну, с другой стороны, это хард. Чё я уёбываюсь-то? А я косой пиздец. Чё я такой косой-то, блядь? А я скажу, потому что нехуй торопиться. Кстати, вот и ключ. Нет, я пока его брать не буду. Патроны. Дома никого. А, вот отсюда ещё кто-то выйдет. Вот хорошо, что у меня полное замедло есть. Е. А, нужно подобрать на Е было. Чё, никто не выйдет? Странно. Фух. Ну, призом мы за это получили защитную стойку с катанами. И один из красных кристаллов. Дополнительная зона, по идее, пройдена. Это хорошо. Так, сюда нельзя. Ну, путь один вот в эту вот жопу непонятную. Бля, а чё такой город-то большой? Мне казалось, арабские улочки и всякие такие должны быть, наоборот, узкими. Интересно, она засыпает, если встать. О, кайф. Давно я хотел ванную из песка принять. Всё, не получалось никак. Показалось, что дверь. Бля, я забываю за катанами. Так, оружие, оружие, блин, надо попереключать. С другой стороны, стоит ли сейчас ракетницу расходовать, которая может понадобиться на какого-нибудь босса, блядь. Так, а вот это чё за дверки такие? А, с этой стороны не открыть. То есть, вот это вход, куда нам надо. Это явно какой-то храм или что-то подобное. Ну, значит, нам сюда. Бля, ни хера по уровню большой. А, стоять, это вообще начало. Я на начало пришёл. Так, а, тоже с этой стороны не открыть. Да вы угораете. А с какой открыть? Ну, бля, начало. Ну, ладно, давайте сохранимся тогда, что ли. Вау, а это гробница, оказывается. Я его так вот вообще не заметил, блядь. Хм, ладно. Бля, мне так отчаянно. Не хочется вниз, так и хочется пару гранат туда сначала закинуть. Я же говорю, пару гранат хочется закинуть. Я же знаю, что здесь не пусто. Угу. Угу. Большое место для того, чтобы мне дали пиздов сейчас, да? Ээээ. Я тебе сейчас поставлю дробовик, блядь. Так, вот тут, наверное, ракетница была бы предпочтительней. Ладно, за медло есть. Понеслась. А-а-а. А, нихуя себе. А им на ракеты насрать, походу. Вот это подъёбочка. Им просто похер на ракеты. У них поле какое-то защитное, блядь. Неприятно. Пришлось револьвер тратить. Хотя лучше бы потратил дробовик. Угу. Так, ну, пока здоровье есть. Хм. Что-то я чувствую, чуть-чуть разыгрался. Кстати, зайти сюда нельзя. Обыдно. Боеприпасы, по-любому. Воу-воу-воу-воу-воу. Второе место для получения пиздюлей, да? А ещё здесь есть вот такое место, интересно. Интересно, для чего? О, прикольно. Тут типа нихрена нет? Да нет. Тут есть. Не просто так оно, блин. Хули. Меня не наебёшь. Я знаю, что это просто так. Не бывают такие места. Так, надо перезарядиться, блин. Интересно, эти скоты ещё полезут, нет? Как бы немножко они тут задолбали эти мухи. Блин, ну, выглядит так, будто туда можно войти, но туда нельзя войти, к сожалению. Даже присев. Хе, прикол был бы зайти прям к ним в хату, блин. А, то есть это выключатель вот такой, и он обозначен символом таким. Ясно, понятно. А, кроме того... Так, вот это вот что за окошки такие? Вроде туда нельзя никак попасть. Это с другой стороны открывается. Значит, она открывается где-то здесь. Бля! А чё, последняя бомба не взорвалась? Как эти полотенчики тут вовремя висят, блин. А ещё ощущение, что некоторые из них под музыку пляшут. Бля, залупа! Патроны эти, которых тут что-то как-то мало. Такое ощущение, что их стало мало. В плане запас. Как-то они очень все быстро кончаются. Ещё ниже. Куда уж ещё ниже-то, блин. Я, пожалуй, с револьвером. Ну, погнали. Это чё такое, блядь? Это чё за угрёбище такое страшное, блин? Одуреть. Угу, патрончики. Сохранка. Допустим. Бля! А так чё-то он не такой уж и страшный. Тут вроде бы замедло урон-то не увеличивает. Патроны, патроны, патроны. Ха, я вижу тебя, падла. Что бы с ним сделать? Ловушки расставить, попробовать. Ну, тут закрыто. Да и к тому же, там вверху было открывается с другой стороны. А мы вниз спустились. Здорово, иди сюда. Лох! Ха, вот так, блин. Ловушки тоже, блядь, могут помочь. Залупа. Могут, если их заранее раскидать. Так, аптечки где-нибудь ещё оставались. Нет, не оставались, жаль. Бляда, тараканы. Фонтанчик. А чё, воды нету? Один песок вокруг. Да ни хера, блин, он чё, огнемётом, чё ли? Бля. Тупик такой странный. Вроде ничего нету. О, да. О, патрончики чуть-чуть подсобрал. Бля. Залупа, блядь. Я же говорю, понавешали одеял тут свои. Блин, ни хера не видать. О-о-о, не видать. Вот это провал. Так, ну чё, принц Персия начало. Чёрный лук, боезапас. Блядь. Сука, напугал, блядь. Так выскочил неожиданно и бесшумно, что я охуел. Да, отъебись ты от меня. Ого. Это на него электричество так действует, что его порвало прям на месте. Или хп просто до кондиции довёл. Блядь, мне так скоро патроны кончатся. Алё. Ладно, револьвер ещё есть. Это... Ну это может быть не Египет, это может быть Греция какая-нибудь. Или вообще Турция, Индия, блядь. Откуда у них в горшках патроны? Древнеегипетские, блядь. Ну да, опять патронов нет ни хрена. Ой-ё. Ну ладно, здоровье пока типа есть. Всё, ход наверх. Да. Так, как там залазить-то? А, о. Опа-на, опа-на. Вот это хорошее место. Тут не открывается. Выход, что ли? Вот как-то вот туда может стоит попасть. Ой, блядь. А вот может быть, кстати, я правильно сделал, что сюда попал. Тут с ними гораздо проще разобраться. Блядь. Вот сучка. На тебе в глаз. И ещё раз на тебе в глаз. Ух. Ха. Удалось секретно эти. Не зря я сюда зашёл, как жопой чуял. Ну, патронов на пистолет-пулемёт нет ни хрена. А вот на дробовик что-то появилось. Немного. А что-то здесь. так опять дома никого куда же все делись может это и есть бывшие жители а а вот это что за место такое интересно ха на блядь в щи и еще община тебе сука вал меня не ловон вот иди отсюда душа блин еще аптечки значки сейчас все соберем броник стоять до зарядить надо кто ах ты сука да вы заколебали блядь со всех щелей в меня кидаться так живые еще есть блин по моему есть я что-то слышал есть он падла ух ё да ты-то куда лезешь блин привидение обослана призвали его выёбывается так вот туда можно залезть интересно а так это выход и был да то есть нам туда но тут можно еще походить стой еще какие-то места вот мне нравятся здесь уровни тут как упиздишь куда-нибудь уже и забыл откуда вообще начинал как бы ну классно сделано все тут есть вход сюда есть есть надо проверить или это можно было не обходить ну да это можно было и не обходить собственно выход с другой стороны он вообще-то находится где-то вот тут насколько я помню а я понял собственно мы то на месте с чердака спрыгиваем и вот тут находится тот самый выход с той стороны открывающийся но это только первый был еще и второй да вот он первый а второй где был я уже херу пойми я не помню ах ты гнида вон ты еще живой остался блин глазастая херня надо сбегать сохраниться сюда быстренько меня эти места так смущают вот такие так и хочется сюда залезть но там явно ничего нет один есть что там по улучшениям у нас нет ну это не то лук боезапас он не особо нужен пока а вот аптечка 3 появилась стойкость максимум здоровья точнее не аптечка хорошо это метание катан всяко меньше урона когда держите двойные катан это понятно ладно сохранимся еще раз раз провели модернизацию так сказать 145 хп максимально теперь ну все теперь нужно идти в центральный вход с какими звуками классные все открывается револьвер боезапас 2 стоп п сейчас я сбегаю сделаю вот все я сделал поставил боезапас 2 в револьвер потому что у нас был открыт боезапас 1 очень удачно кстати а все конец уровня золотые руны 2 из 3 серебряные 4 из 6 то есть я где-то не нашел секреты 4 из 9 ни хлина себе тут секретов блин самоцвет еще один не нашел ехкарный бобик продолжить ну в принципе я смотрю нас тут уже к чему-то готовят огненная оса а чё такое огненная оса почитать хоть а это ракеты тройная ракетница стреляет тремя миниатюрными самонаводящимися ракетами этот эффект действует только на тройную ракетницу прикольно ага ну адская ракетница у нас получается все оружие имеет некий адский аналог ну может быть кроме лука и ловушки ловушка мёта а адская ракетница точно вот же она блин я тупой я забыл это оригинально это тройная которая стреляет тремя ракетными вперед по моему угу ну самонаводящийся это хорошо револьвер получается обычного кстати вроде бы и не было ну вот как то вот так ладно все давайте на этом пока что закончим ну эпизод такой бодро начинается новые враги новые виды оружия явно нам обещали там и все еще да это все еще дред темплар в своем стиле местами сложные но почему бы и нет все всем спасибо за внимание с вами был техномакс это был дред темплар 11 серия и когда у меня появится время я еще чего-нибудь по нему запишу всем спасибо всем пока спасибо 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 σας